Чтобы вам поймать рыбу, вам нужно научиться в кромешных кустах забрасывать блесну. Для этого не нужно никаких широких замахов. А вот буквально подвели вот так вот, спиннинг, немножко отпустили леску, раз, и так вот таким подбросом, хоп, и прямо под кустик подбросили. Несколько развернули. Если там что-то серьезное есть, оно ваше. Ну, если нет, значит нет. Или блесну надо поменять. Или на другую речку ехать. Далекие забросы на таких маленьких речках, они не нужны. Тут все бросается очень близко. Поэтому тут как раз нужны вот такие короткие кистевые забросы совершенно. Даже если вы забросили блесну, вот покажи в ту сторону. Через ветки вот так вот, да? Вот, видите там? То можно вот так вот, ветки вот так вот дергать блесну, вот. Вот так. Потихонечку потрясли. Не хочет она спускаться. Резкий рыбок, хопа! И не так я дерну, что ли? Так, сапака. Уцепилось. Все, отцепил. Ну, не цепляй-то не должно цепляться. Она же уцепилась. Но надо следить, чтобы эти усики... Не, все нормально вроде. Вот так рукой берешь, и она не цепляет. То есть вероятность зацепа будет нынче. Я здесь, конечно, обычную блесну даже не рискну ставить, потому что водоем вообще незнакомый. И я уже отвык бросать. Пресна тяжелая. Уделище новое. Только сегодня купил. Непонятно, как оно себя еще ведет. Но вот я уже привыкаю потихоньку. Ну, скажем, вот в ту точку мне нужно забросить, а назад не замахнуться. И слева, и справа тоже не замахнуться. Только вот так вот, снизу. Вот я буду тренироваться. Тут главное, чтобы свободный ход был. Вот так вот. И раз. Ух ты, блин. Не получилось. Да. Еще капризничает у меня немножко. Настя. Так. Тогда можно другим способом. Так не идет. Тогда вот так вот. Вот. Раскрутил вот так. Хоп. 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 И она улетела. Что с такой мешает-то? Не знаю. Не пускают в кольцо. Дешевый спиннинг. То есть, вот буквально так вот крутнул. И тут же бросил. Хоп. И она ушла. То есть, я спиннингом не шевелил, а просто радиусом. Раз. И туда дал. Вот он улетел. Еще тренировать и тренировать. Вспоминать надо. Влево даже. То есть, вправо даже легче будет. О. Хлоп. Как там и было. Глубина небольшая. Метер максимум, наверное. Есть здесь рыба или нет, большой вопрос. Может и есть. Люди говорят, что есть. Я не знаю. Я не ловил. Вот. Еще у меня совершенно в лесной летит не по той проектории, которую я планировал. Прибрасываться еще. Вот. И опять не та проектовая рыба. Я очень опытный рыбак. Ловлено, переловлено мной много-много рыбы. Правда, это было много-много лет назад. Сейчас вот я вам покажу мастер-класс. По забрасыванию спиннинга. Вот с такой вот старинной катушкой. Дедушкина катушка можно назвать ее. Выпуска 60-х годов. Или даже в 50-х их начали делать. Я купил где-то в 80-е годы. Вот ее. И до сих пор она у меня ловится. Крутится. Кстати, вот эта заводь. Зароша такая тут. Немножко этой пленочкой подернута. Тут только что щуренок убежал. Так что тут рыба-то есть, оказывается. Вот мы ее сейчас и поймаем. Если повезет. Это если повезет. Вот камера-то, а? И щурбана поймать. Не каждый сможет. Ну ладно. Конечно, поймаем потом. Может быть, снимем. Сейчас пока вот видите. Ну хоть блесну замочил уже. В этом году первый раз спиннинг в руки взял. Вот так вот сейчас блесну положу вон по тот берег. Знаете, иногда расстояние маленькое, но нужно точно положить. Миллиметр в миллиметр. Хоп. 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 Мастерский. Мастерский сейчас. Раз, два, три. Хоп. Есть. Мастер знает, что делать. Сейчас еще раз сделаем. Дублик. Давай. Дублик. Включила? Так. Дубликат. Ух ты, правее сделал. Сейчас надо точно подберить. Ну сейчас вот мы вырежем это, конечно. Что же криво? Точно подберить, так подброшено. Резко. Раз. Смеяться-то не нужно. Но иногда даже и так нужно. Оп, смотрите. Раз, раз. Опаньки. И прямо так с бережка. Вот. Это тоже один из приемов. Когда вот бросаешь, например, на берег. Раз. Оп. На берег бросил, да? Так что смешного-то мало. Это мастер. Показывает мастер-класс. И тихонечко так раз. Бережка раз. И бросил так вот спустил. Оп. Прямо под берег. И потом ее вывоживаешь. Если там что-то крупное есть. Она как раз крупное под берегом любит. Вот так вот под обрывом сидеть. Очень даже запросто может соблазнить с этой бросенькой. И кто-то будет вкусить. Рыбу вкусную кушать на ужин. Это хорошо, что я леску такую дубовую взял. Но я человек опытный. Я знаю, что если леска будет тоненькая, то все блесны будут там. А у меня леска 0,6 или 0,5. Поэтому и ее можно вытащить корягу. Вместе с блесной. Или даже вот скорее якорек разогнуться. А вот он и разогнулся немножко. Вот я сейчас покажу. Вот он разогнулся. И блесна из-за этого спаслась. Вот. Так что зачастую выгодно иметь некаленые крючки, которые разгибают. О, утки, утки. Они туда наметло. Вот. Смотри, вон она. Три утенка и утка. Видишь, да? Угу. Крючок подогнал. Вон они все ближе и ближе. Видно, да? Угу. Вообще утки нас любят. Эй, утка, мы охотники. Вам надо нас бояться. Пофигу. И у тебя не боятся. Они думают, что мы их сейчас накормим хлеб. Красиво, да? Это не парковые утки. А уже утята такие подростки. Цыпо, цыпо, цыпо. Хорошие утки, идите сюда. Вон она. И не боится ни хрена. Слушай, а что за фигня? Почему они к нам идут-то? Вам надо от нас бегать. Павел сезон охоты открывается, между прочим. Утки. О, пошли. Я не понимаю, куда они ходили. Снимаешь? Да. Хе-хе-хе-хе-хе. Ой, блин. Вот тупые. О, пошли, пошли. Ну и дети куриники. Красота просто. В дикой природе, вот и уток посмотреть, это тебе не в парке. Сказка. Ты их крупно взяла? Да. О. Ну пусть плывут, ладно? Может еще увидимся. Мы дальше тоже в ту сторону идем. Надо же, они нас вообще не спугались. Далеко куда-то уплыли? Да пусть. Хочу подчеркнуть, что я люблю ловить на двойник. Без тройника. То есть без одного крючка. Вот эта нижняя часть, здесь крючок не нужен. Он будет цеплять, а рыба она и на эти прекрасно сядет. У меня даже вот и на других блесен только двойники стоят в основном. Редко где тройник. Попробую подать. О, получилось, подайся заброшу. Ох ты, да что ж такое, там такое ощущение, что как будто бьет это поплеси. Не ясно. Именно ударчик, спасибо. Странно. Никто не хочет пока. Давай, я сейчас так буду. Опа. Я сторонник того, что в каждую заводь нужно как следует облавливать. Есть люди, которые любят один разок бросить, он сразу бежал дальше. Да не, я люблю все уголочки, все, чтобы как следует обкидать. Уже был уверен, здесь все облавлено. Вот уже и слева пошло у меня. Получастный пацан в дверь. Руки-то помнит. Как следует. Как следует. Оставка. А это же могола теперь проходят и вот эту пацан.